привет друзья сегодня у нас урок программе автодеск инвентар по построению планетарной передачи которая отличается от других решений своей компактностью удобством высоким передаточным отношением и мощностью но впервые давайте рассмотрим принцип работы планетарной передачи сама передача состоит из четырех элементов красным выделена эта коронная шестерня внутри которой движутся синие сателлиты они привязаны к зеленому водила это такая вот рама на которой они закреплены и посередине движет эти сателлиты центральная шестерня солнечная шестерня как наша солнечная система планетарной передачи делится в основном на три типа первый тип это когда красная коронная шестерня зафиксирована при этом основное усилие движения создает центральная солнечная шестерня она приводит движение наши сателлиты и тем самым приводит движение водила которое закреплено на них данный вид передачи является самым мощным из всех вариантов во втором же варианте коронная шестерня красная у нас не зафиксирована при этом фиксируется только солнечная шестерня центральная В третьем же варианте зафиксирована водила, данный вид передачи является чем-то средним между самой сильной и самой слабой, но в большинстве даже сложных механизмов используется именно первый вариант, когда коронная шестерня зафиксирована, его мы в принципе и рассмотрим. В википедии достаточно подробно расписан механизм, а также прописаны формулы расчета каждой шестерни, но лучше всего воспользоваться калькулятором расчета планетарной передачи по вот этой вот ссылочке. Перейдя по ней мы видим следующие параметры, верхний ползунок отвечает за количество планет, количество наших сателлитов, можно поставить 2, 3, но я предпочитаю 4, тогда нагрузка распределяется равномерно. Планеты носитель, здесь я выбираю именно это значение, можно конечно солнечная шестерня, кольцо шестерни, при выборе этих параметров у нас будет соответственно фиксироваться или скорость солнца или скорость кольца. Дальше идут ползунки, которые отвечают за каждую шестеренку. Солнечные зубья по цвету мы видим это центральная шестерня, планеты зубья это сателлиты и зеленая это коронная шестерня, которая в нашем случае зафиксирована. Если вы хотите просчитать планетарную передачу с движущейся коронной шестерней, не проблема, внизу у нас есть специальный ползунок. Мы можем обратить в обратную сторону, в эту сторону и соответственно указать передаточные отношения, там 10 к 1, 1 к 2 и так далее. Но в данном случае мы будем использовать 0. При таком расположении мы получаем самое мощное передаточное отношение. Здесь мы можем выставить с вами передаточные отношения, которые хотим получить. Ну к примеру, давайте поставим 1 к 4. Но это будет неправильно сейчас. Почему? Потому что несущая скорость должна равна быть единице, чтобы было 1 к 4. Это и будет правильное передаточное отношение. А сейчас у нас идет передаточное отношение 0.897 к 4. Чтобы это исправить и поставить здесь единицу, нужно отрегулировать самими шестеренками. И вот как раз эти 3 ползунка нам помогут это сделать. Давайте для коронной шестерни оставим 90 зубьев, а вот для солнечной шестерни поставим 30. При этом, видите, планетарные зубья автоматически пересчитались. Почему я использую именно такое передаточное отношение? Дело в том, что сателлиты и солнечные шестерни у нас одинаковы. А значит нам не нужно будет тратить время на просчет именно центральной шестеренки. Достаточно просчитать будет 1 сателлит. То есть благодаря такому калькулятору очень легко просчитать количество необходимых зубьев для каждого элемента планетарной передачи. Также не стоит забывать, что проверить правильность расчетов наших зубьев можно с помощью формулы. В той же Википедии опускаемся вниз и находим формулу для такого типа передач, где коронная шестерня зафиксирована. Она равна 1 плюс А деленное на С, где А у нас это кольцевые зубья 90, а С это солнечные зубья. То есть 90 нам нужно разделить на 30 и прибавить единицу. То есть 3 плюс 1, получим 4. Передаточное отношение у нас совпало 1 к 4. Значит просчет верный. Ну а теперь переходим к программе Autodesk Inventor. Заходим в сборку, проектирование. Здесь выбираем вал. Сохраняем сборку на рабочий стол или там в какую-то определенную папку. При этом здесь убираем фаски. Оставляем просто цилиндр. И сейчас мы должны спроектировать именно сателлит. 40 мм в диаметре и 20 мм в длину. Ок. Нажимаем. Создать. Переходим во вкладку цилиндрическое зубчатое зацепление. Выбираем межосевое расстояние. Ставим галочку внутреннее. Это значит будет нарезаться у нас планетарная передача. Выставляем передаточное отношение 3. Вы спросите, почему не 1 к 4? Ведь согласно нашим расчетам мы как раз рассчитывали 1 к 4. Но мы рассчитывали с учетом солнечной шестеренки. А сейчас мы просчитываем передаточное отношение между коронной шестеренью зеленой и нашими сателлитами. А мы помним, что формула гласит 1 плюс А деленное на С. Где А у нас это 90 зубов коронной шестерни, деленное на Солнечную 30. И также прописываем здесь передаточное отношение именно 3. Переходим к следующему параметру межосевое расстояние. Мы его не знаем, поэтому оно зафиксировано, его изменять нельзя. А вот модуль мы просчитать можем. Формула выглядит так. Модуль равен ДА, это внешний диаметр наших зубцов, деленное на Z плюс 2. Z это количество зубьев. Мы помним, что диаметр нашего цилиндра равен 40 миллиметров. Количество зубьев сателлита 30. 30 плюс 2 это 32. Значит 40 нам нужно разделить на 32. И получим 1,25. И соответственно здесь выбираем этот параметр 1,25. В следующей закладке выбираем параметр компонент. При таком параметре у нас будет накладываться шестеренка на наш цилиндр. Если выбрать элемент, то у нас будет вырезаться из данного цилиндра. Но тогда работать с таким элементом будет сложно. Здесь указываем количество зубьев 30, которые мы с вами просчитали. Именно сателлита. Выбираем цилиндрическую грань. Выбираем плоскость начальную. Меняем направление ее. Рассчитать. При этом обратите внимание, что автоматически на второй шестеренке у нас просчиталось количество зубьев 90. Что полностью соответствует нашим расчетам. 90 это коронная шестерня. И нажимаем ОК. Хочу обратить ваше внимание, что сателлит расположился внутри нашего цилиндра. И конечно же теперь нам нужно избавиться от цилиндра. Просто заходим в левой стороне. Нажимаем удалить компонент мастера проектирования. И вот теперь у нас планетарная передача практически готова. Сателлит и плюс коронная шестерня. Но это друзья еще не все. В данном случае вы видите прямозубые шестерни в планетарной передаче. Но бывает еще используют косозубые шестерни. Которые мы также сегодня и рассмотрим. Чтобы перевести прямозубые в косозубые, нам достаточно перейти в левую панель. Цилиндрическое зубчистое засыпление. Правой клавишей нажимаем. Редактировать с помощью мастера проектирования. И возвращаем наши параметры, которые мы с вами редактировали. Здесь нам просто нужно указать угол наклона зуба. Зачастую это 20 градусов. Рассчитать. Видите, геометрия немножко изменилась. При этом межосевое расстояние составило 39907. Мы к нему еще вернемся. Наша шестеренка сделалась косозубой. Благодаря этому мы получим более эффективную работу планетарной передачи. Если мы отзеркалим эти шестерни и создадим еще дополнительный угол, то благодаря этому наша шестерня не будет вываливаться, в отличие от прямозубых шестеренок. Поэтому давайте так и сделаем. Но для начала я вам покажу, что такое межосевое расстояние. 39907. Дважды нажимаем на нашу шестерню и создаем эскиз. Проецирование геометрии. И проецируем на вторую шестерню. Здесь также появился центр. Если замерить расстояние между центрами обоих шестеренок, мы получаем наши 3907. Нам этот параметр нужен будет для того, чтобы правильно собрать сборку с нашими шестеренками. А теперь, друзья, нам нужно добавить еще 3 сателлита и центральную солнечную шестеренку. Но сделать это в цилиндрическом звучитом зацеплении просто не получится. Поэтому нам нужно сохранить эту сборку. Сохраняем ее на наш там рабочий стол. Нажимаем сборка. На рабочем столе находим папочку, где сохранился наш проект. Сборка 2. Мастер проектирования. И вот здесь вот находится, помимо общей цилиндрической сборки, есть еще по отдельности каждая шестерня. Для начала выберем цилиндрическое зубчатое зацепление. Разместить в нулевой точке координат. Вставить еще раз. Выбираем сателлит. Нажимаем зависимость. Выбираем заподлицо. Применить. Теперь важный момент. Нам нужно правильно разместить сателлит. То есть соблюдая этот важный параметр, о котором мы с вами говорили. Межосевое расстояние. 39,907. Эскиз нам уже не понадобится. Можем зайти его, например, или удалить, или же, например, убрать видимость. Вот так. Далее выбираем зависимость. Начало. Выбираем ось нашего сателлита. Выбираем ось нашей коронной шестерни. Видите, у нас произошло соединение. Но, естественно, нам это не подходит. Мы напишем 39,907. Применить. И вот, пожалуйста, обратите внимание, у нас движется шестеренка правильно. Давайте размножим нашу шестеренку. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V и Ctrl-V. Четыре штучки. Заподлицо. Выставляем все шестеренки между собой. Можем сделать проще. Выбрать центр. Выбрать центр нашей шестерни. И здесь просто прописать. Так даже будет намного проще. Вот, пожалуйста, она также прокручивается, как и рядом стоящий сателлит. Остается нам только создать водила, который будет передвигать наши сателлиты. Для этого в шестеренке дважды ее нажимаем. Создаем отверстие. 22 мм. Это диаметр подшипника, который я буду использовать. Но лучше все-таки поставить 22,2 мм с учетом усадки и коэффициента расширения. Делаем выдавливание в обратную сторону на 20 мм. В это отверстие поставим подшипник от роликов. Диаметр его наружный 22 мм, внутренний 8 мм и высота 7 мм. Используем сборка, зависимость. Применить. Применить. Сделаем давайте заподлицо. Вот так вот. Применить. Теперь такую же операцию проводим с каждым сателлитом. Ширину нашей планетарки можно уменьшить при необходимости. Для этого достаточно просто выделить каждый элемент. Выбрать цилиндрическое зубчатое зацепление. Здесь изменить на 7 мм. И вот, пожалуйста, мы получили высоту нашей коронной шестерни всего лишь 7 мм. Так же можем поступить и с сателлитами. Дважды нажимаем. Выбираем цилиндрическое зубчатое зацепление. И здесь ставим вместо 20 мм, ставим тоже 7. Нам еще нужно установить солнечную шестерню посередине. Для этого давайте сохраним сборку, чтобы каждый элемент тоже сохранился. Переходим в сборку. Выбираем наш сателлит. Копируем и вставляем. В данном случае это будет у нас не сателлит, а именно солнечная. Солнечная. Вносим в нашу сборочку. При этом давайте ее отредактируем. Выдавливание полностью удалим. И на месте этого выдавливания сделаем, например, какой-нибудь шток 8 мм. Выдавить 50 мм. Давайте укрепим наш центральный шток с помощью фаски. С помощью зависимости делаем привязку короной шестерни. Применить. При этом делаем также заподлицо. Если присмотреться, мы видим, что шестерень не совпадает. Потому что угол наклона центральной шестерени не соответствует. Нужно в другую сторону. Для этого дважды набираем нашу шестерню. Выбираем цилиндрическое зубчатое зацепление. И здесь мы можем выбрать направление. В данном случае у нас стоит единица. Именно где left. А нам нужно right. То есть правая. Здесь ставим 0. А вот здесь мы ставим 1. Просто копируем. И вот, пожалуйста, у нас поменялось направление. И нигде не конфликтует. Теперь заходим создать водила, который будет передвигать наши сателлиты. Начать 2D эскиз. Диаметр данной окружности нужно поставить равным двум межрасивым расстояниям. 39,907 умножить на 2. 79,814. Проставляем отрезками пунктирными осевые, чтобы привязаться к центру координат. Создаем 8-мм окружность. Можно использовать, конечно, круговый масштаб, но здесь мало элементов, поэтому можно сделать это и вручную. Соединяем между собой их вот такими вот отрезками. Также мы можем усилить конструкцию и сделать еще дополнительную окружность. Теперь используем функцию обрезания и удаляем лишнее. Делаем выдавливание. Или даже можно на 5, чтобы помощнее было. И снова выдавливаем уже штоки, которые будут держать наши подшипники. Давайте сделаем по умолчанию какой-нибудь интересный оружейный металл. Вот такой вот красивый цвет. Накладываем нашего отдела на планетарный редуктор. При этом делаем зависимость относительно коронной шестерни, то есть по центру, применить. И каждую шестеренку, каждый подшипник привязываем к определенному штоку. А теперь, друзья, самое интересное, чтобы наша планетарка не рассыпалась, давайте сделаем зеркальное отражение каждой шестеренки. Для этого мы используем следующий параметр. Выделяем первый элемент, берем зеркальное отражение, выбираем весь элемент, выбираем плоскость симметрии, эту симметрию, удалить исходное не ставим и нажимаем ОК. И вот, пожалуйста, мы получили симметричное отражение коронной шестерни. То же самое нам нужно проделать и с остальными шестеренками. И вот, друзья, мы с вами получили планетарную передачу. Все элементы подогнаны максимально точно. Но, конечно же, в печати мы посмотрим, возможно, будут какие-то отклонения и придется сделать небольшие правки. Но перед тем, как начнем сохранять в STL формат, покажу вам, как сделать визуализацию в программе Autodesk Inventor. Для начала давайте разблокируем нашу базовую коронную шестерню. Правой клавишей убираем базу. Благодаря этому мы сможем перемещать как угодно и двигать наши шестеренки. После этого переходим в сборку, зависимость, открываем начало полностью всех координат, выбираем ось Z, выбираем нашу шестеренку, именно вал, и совмещаем, применить. Выделяем плоскость и совмещаем с плоскостью общей XY. То есть, грубо говоря, мы вынесли нашу сборку в центр. При этом шестеренки у нас все крутятся, включая и водила, а также коронную шестерню. Берем нашу центральную солнечную шестеренку, открываем начало координат, выбираем какую-либо плоскость, например, X, Z, выбираем угловую зависимость, выбираем направленный угол, переходим в начало координат и выбираем, например, то же самое X, Z, применить. Теперь наша шестеренка зафиксирована, она не крутится. Далее переходим в динамическую зависимость, выбираем вперед, выбираем наше водило, выбираем центральную шестеренку и ставим передаточное отношение 1 к 4. Как мы помним, это происходило при наших расчетах. Применить. Мы можем проверить, правильно ли мы с вами все зафиксировали. Открываем нашу солнечную шестерню и находим зависимость угол. Нажимаем правой клавишей, выбираем привод. Здесь мы выставляем, допустим, 360 градусов, опускаемся чуть-чуть ниже, выбираем 1 градус, это интервал поворота, начало-окончание и поставим, например, 1 оборот. Нажимаем стрелочку. И обратите внимание, у нас происходит визуализация движения планетарного редуктора. Но, как вы уже заметили, она у нас остановилась. Почему? Потому что здесь нам нужно поставить как минимум 30 таких повторений. Но, как мы видим, наши сателлиты стоят на месте, они не движутся. И это логично, ведь мы не сделали привязку с зависимостями. Для этого заходим в зависимость, выбираем динамическое, в разные стороны, назад, ставим передаточное отношение 1 к 2, выбираем сателлит, дали солнечную шестерню, применить. Снова переходим в левую сторону браузера, правой клавишей, привод. И теперь проверим, что у нас получилось. Обратите внимание, наша шестерня работает исправно, попадает в каждый зуб, так как и должно быть. И, соответственно, нам нужно сделать такую процедуру для всех остальных сателлитов. И вот, пожалуйста, наша визуализация. Обратите внимание, как красиво все работает. Все передаточные отношения соответствуют, смотрится просто великолепно. Мне кажется, мы получили желаемый результат. Прежде чем мы запустим на печать, я решил сделать небольшие доработки для удобства сборки. С помощью выдавливания добавил еще вот такие вот полусферические окружности. Также выдавил вырез 0,1 мм. Это нужно для того, чтобы можно было коронную шестерню рассоединить и вставить вовнутрь наши сателлиты вместе с центральной солнечной шестеренкой. Иначе засунуть их будет очень сложно. А чтобы эта конструкция не распадалась, добавил еще обводку. Она у нас будет замкнутая. Между коронной и шестерней обводкой оставил зазор в 0,15 мм. Для того, чтобы она плотненько села с учетом коэффициента расширения пластика. Теперь каждый из вас может в Автодеск Инвентор создать вот такую вот интересную планетарную передачу. Нам же, друзья, остается только распечатать на 3D принтере и собрать эту конструкцию. И вот, ребята, перед вами распечатаны 3D принтеры летающие медведи. Все нужные компоненты нашей планетарной передачи. Вот так вот выглядит наш сателлит. Я его распечатал пластиком PG от компании Plexiwire. При этом использовал на летающем медведе Hotend Crazy от компании Mellow Store. Кстати, Hotend после моих доработок работает просто идеально. Качество укладки мне тоже очень нравится. Учитывая то, что высоту слоя я поставил достаточно высокую для сопла 0,4. 0,3 миллиметра. Скорость печати установил 100 миллиметров в секунду. И несмотря на такие параметры, мне кажется, она печаталась весьма хорошо. Внутреннее заполнение составило всего лишь 20%. Поэтому деталь получилась очень легкой. Если же взять второй сателлит, перевернуть его, то можно их соединить между собой. Кстати, соединяются они очень даже хорошо. С минимальными зазорами. Это наша коронная шестерня. Она рассоединяется благодаря прорези, которую мы с вами сделали. А также благодаря таким вот пазам мы ее можем вставить в наш распечатанный обод. А это, друзья, наша водила. Она также распечатана с пластика PG со 100% заполнением. Так же, как и в нашей 3D модели, сюда я поставил по два подшипника 608. На эти подшипники нам нужно одеть сателлиты. Теперь давайте установим солнечную шестерню вовнутрь. В идеале нужно запрессовывать все вместе, одновременно. Иначе придется вот так вот разжимать каждый сателлит. А можно, в принципе, так и сломать наши направляющие. Поэтому будьте аккуратны. Из-за того, что я не одновременно все собирал, у меня отломался один из штоков. Поэтому придется перепечатать по новой. Из-за того, что есть коэффициент расширения пластика, о котором не стоит забывать, он у PG пластика составляет где-то порядка 0,2 мм, то, соответственно, обратите внимание, как плотненько заходит наша центральная шестерня. То есть она, по сути, раздвигает эти две шестеренки. Слишком большой у нее диаметр. Обратите внимание, если сейчас собрать эту конструкцию, у нас появляется очень огромный зазор в коронной шестеренке. То есть нужно, как минимум, понизить на 0,2-0,3 мм каждый диаметр каждой шестеренки. Чтобы правильно откорректировать размер солнечной шестеренки сателлита, достаточно использовать обычный слассер Кура. В левой стороне выбираем масштаб. Здесь сразу, видите, прописывается размер по X и по Y, а также высота Z. Для того, чтобы у нас автоматически не изменялась высота по Z, убираем обычное масштабирование. По X размер 42,4. Давайте поставим 42. Точно так же сделаем и по Y. 42. И, как вы заметили, геометрия по X и по Y уменьшилась. Но с тем же уменьшилась геометрия и внутренняя, то есть нашего отверстия. Если оно у нас было изначально 22,2, то сейчас оно будет составлять 21,8, что для нас совершенно не подходит. То есть нам нужно, получается, изначально в самой детали, в программе Autodesk Inventor, внутреннее отверстие поставить не 22,2, а 22,6. То есть прибавить вот эти 0,4 мм, которые мы здесь отняли. И тогда при уменьшении геометрии в стае Серекура, естественно, наше отверстие встанет в нужные 22,2, то есть с запасом коэффициента расширения. И тогда подшипник будет заходить очень плотненько и точно. И вот теперь нам остается только распечатать эти элементы и собрать нашу планетарную передачу. И вот, пожалуйста, я перепечатал новое водило, также перепечатал шестеренки уже с подправленной геометрией. В этот раз мы сделаем все правильно и соберем одновременно. И благодаря этому у нас ничего нигде не сломается. Теперь посмотрите, как легко все движется. При этом никаких люфтов нет. Все очень жестко. То есть зазор просчитан максимально точно и правильно. Остается установить только в коронную шестерню. Никакого зазора нет. Одеваем сверху обод. Посмотрите, какая красота. Благодаря тому, что наши шестеренки косозубые и угол 20 градусов направлен вовнутрь, видите, у нас ничего не выпадает. И вообще даже люфтов нет. Я считаю, что результат превзошел все мои ожидания. Давайте покажу принцип работы нашего планетарного редуктора. Если наша коронная шестерня фиксируется, а движется только солнечная и водила, то передаточное отношение между солнечной шестеренкой и водила составляет 1 к 4. Видите, как солнечная шестеренка крутится намного быстрее, чем само водила. Если же зафиксировать водила, это будет самая слабая передача. Здесь у нас крутится и коронная шестерня, и сателлиты, и солнечная. Как видите, друзья, ничего сложного в изготовлении планетарных передач совершенно нет. Просчитать их очень легко. Главное придерживаться моей инструкции, а также формул с Википедии. Надеюсь, друзья, это видеоинструкция вам понравилась. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.